Микс Ньюз Каждую среду в полдень на радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На радио Балком Ходите на концерты классической музыки Здравствуйте, дорогие друзья Наконец-то мы с вами вновь встретились в эфире Сегодня культурная среда И в гостях у нас Виолончелистка Выпускница Московской консерватории Ирина Валикжанина Добрый день, уважаемые слушатели С Ириной у нас будет концерт 10 января В Домском соборе Где также выступит Юрий Савкин И мы к 10 января постепенно подойдем Начинается афиша с завтрашнего дня 9 января Также в Домском соборе будут выступать Православные певчи Дирижер Георгий Смирнов И в Латвию их приглашают уже с 98-го года Фонд Германа Брауна Коллектив дал более 80 концертов в Латвии И всегда их выступление собирает большое количество слушателей И мне кажется, что слушать православных певчих И в принципе православный хор лучше всего именно в церкви И Домский собор, и грандиозная акустика Как раз способствуют еще большему впечатлению От мужских голосов Также фонд Германа Брауна Проводит концерты в зале Артиссима Это новый концертный зал, камерный И там будут выступать скрипачки Магдалена Гека и Леонид Кастанда А также альтистка Зана Калнене Виалончелист Сильвестер Юрис Калненш И кларнетист Артур Перц И пианистка Аурея Шимкус В программе, к сожалению, не знаю Какая будет программа Инна Давыдова, к сожалению, не прислала Но там они позиционируют тем Что, во-первых, у них очень хороший рояль Интересная атмосфера И часто после концерта Они приглашают всех гостей С бокалом вина пообщаться со слушателями Это новый зал И мне кажется, там очень интересная атмосфера И послушать концерт замечательных музыкантов В камерной обстановке Очень-очень интересно Я хотела, кстати, спросить у Ирины Валикжайной Которая окончила Московскую консерваторию Какие залы вы предпочитаете? Камерные или большие? Для сольных выступлений И как часто, в принципе, у вас сольные такие выступления? Ну, это довольно сложно сравнивать Потому что это абсолютно два разных жанра То есть, когда играет солист с оркестром Это предполагает, что это будет какой-то большой зал А камерная музыка Ну, уже само название говорит само за себя Что это предполагает более камерную обстановку Атмосферу И так раньше И композиторами задумывалось И исполнялось То есть, часто это было просто домашнее музицирование И, конечно же, для таких произведений Лучше выбирать залы поменьше Ну, конечно же, сейчас в мире много залов гигантских С гениальной акустикой Где можно играть и трио, и квартеты струнные Но изначально, да, они задумывались Для более таких по масштабам меньших пространств И поэтому играть именно камерную музыку В небольших залах Мне больше нравится Потому что контакт со слушателем намного ближе Такой, скажем так, обмен происходит Энергиями Ну, энергиями на энергиями Но, мне кажется, так более ближе к задумке автора А вот тот же Чайковский, Дворжи Которые писали концерты для виолончели И симфонического оркестра Ведь тогда еще не было таких грандиозных залов Где исполнялись произведения? Ну, как же не было? Но все равно концертный большой зал Санкт-Петербургской консерватории Не такой гигант, как, например, там Альберт Холд, Карнеги Холд То есть это все-таки не многотысячные залы Ну, не многотысячные, да Ну, и, скажем, оркестр для Рококо У Чайковского не такой большой состав используется Сложно сказать Я думаю, что сейчас, благодаря каким-то технологиям Эти все огромные залы Они позволяют донести инструментам Исполнителям свою мысль И наполнить, прежде всего, звуком зал Потому что, когда он такой огромный То встает вопрос, хватит ли звука скрипки Сольной или виланчели Ну, даже фортепиано Чтобы просто заполнить Чтобы на последних рядах было слышно У меня был опыт, когда Ну, конечно же, в составе оркестра Мы играли в большом зале консерватории Но выпускаясь из консерватории Я участвовала в концерте выпускников И мы играли как раз Фортепианный квартет И это было потрясающее ощущение Потому что ты выходишь на громадную сцену После малого зала консерватории И ощущаешь себя очень-очень каким-то маленьким человеком Но удивительна особенность этого зала Что действительно на самых-самых последних Вы, наверное, помните, как там высоко Вот эти галерка в большом зале консерватории И там все равно каждый звук Сольного инструмента был слышен И я думаю, что это особенность Именно очень качественно Акустически продуманного зала А вот у виолончелистов Ну, как и у скрипачей Наиболее отчетливое распределение ролей Если можно сказать Концертирующие соло Исполнитель с симфоническим оркестром Камерный исполнитель В составе дуэтов Например, с фортепиано В составе трио Затем идет уже состав квартета И камерный оркестр И затем уже симфонический оркестр И понятно, что солисты даже симфонического оркестра Часто играют, дают сольные концерты Например, вот недавно у нас был концерт с Илзой Кирсановой Она работает в симфоническом оркестре латвийском Или Юрий Савкин, который концертмейстер оперного симфонического оркестра А вот насколько солисты, которые играют концерты для солирующей, например, скрипки Или для солирующей виолончели С симфоническим оркестром Насколько они могут легко перестраиваться И играть, например, дуэтные или квартетные программы И есть ли такая практика, чтобы солирующие исполнители переходили в ансамбль? Да, конечно же, есть И тому подтверждение многочисленные фестивали по всему миру Где собираются музицировать именно звезды, скажем так, солисты Они собираются на какое-то непродолжительное время За это время делают программу И дают какой-то блестящий концерт или несколько И потом разъезжаются опять по своим сольным, скажем так, карьерам И играют с оркестрами по всему миру Насколько я знаю, это доставляет огромное удовольствие И самим исполнителям, и публике Потому что это тоже, скажем так, вопрос коммуникации с оркестром Он сильно отличается, чем когда мы собираемся небольшим составом И, ну скажем так, думаем вместе, играем вместе, пристраиваемся И получаем удовольствие в том числе от результата Да, например, как знаменитый дуэт Марты Аргерех и Юрия Башмета Или Ростропович, когда он также играл камерные произведения Кстати, вы участвовали в фильме про Мстислава Ростроповича И с вами есть несколько сюжетов И вы там как раз как сольная исполнительница Да, это было как раз во время обучения в консерватории К 80-летнему юбилею маэстро в консерватории По-моему, телеканал «Культура» снимали фильм, посвященный ему Он сам не участвовал, то есть это было Это фильм именно о нем Да, именно о нем Показывали жизнь консерватории Да, и это было немножко неожиданно Ну, как-то так получилось, что я участвовала там На уроке в моем, собственно, специальности Снимали кусочек как раз я учила Рококо Вот, я думала, что это будет какой-то совсем маленький эпизод Но они довольно долго записывали И потом, да, уже в фильме я услышала, что и даже звук мой Который там записывался Ну, фактически два эпизода было с вашим участием А удалось ли пообщаться с маэстро напрямую? Потому что Мстислав Леопольдович давал мастер-классы Правда, редко в московской консерватории Нет, напрямую не удалось Но я была на вот этих мастер-классах Конечно же, в малом зале это был такой аншлаг Что вся консерватор, не только, естественно, виланчелисты Абсолютно все специальности приходили и слушали Это был отдельный жанр у него, я бы так сказала То есть он обладал потрясающим чувством юмора И все эти шутки разошлись потом по музыкальным, скажем так Калуарам Ну и, конечно же, то, что он рассказывал о звуке, о какой-то мысли Как он работал Да, то есть он общался сам и с Прокофьевым и Шостаковичем То есть, так скажем, передать из первых уст, что они хотели в своих сочинениях показать, сказать Это очень ценно Ну, кстати, Мстислав Леопольдович был очень обижен на московскую консерваторию Я сама родилась в Оренбурге И это как бы вторая родина Мстислава Леопольдовича Там есть и музей Ростроповича И, в отличие от Москвы, он к нам приезжал два раза в год, давал мастер-классы И к нам съезжались в наш колледж и институт и из Самары, и из Уфы, и виолончелисты Потому что виолончельная кафедра была очень маленькая, играть было фактически некому Но Мстислав Леопольдович давал мастер-классы на всех инструментах Игралисты, гипачи, пианисты И вот все ценные указания, действительно, это были как жемчужины Настолько он тонко подходил, настолько он никогда не унижал со своей высоты начинающих музыкантов И подсказывал такие тонкие вещи, которые, мне кажется, навсегда оставались в памяти И он рассказывал истории о том, как его Московская консерватория обидела И что он совершенно не хочет туда ездить на мастер-классы и прочее Но, тем не менее, когда я уже училась в Московской консерватории, а мы с Ириной учились в одно время Как раз все-таки посчастливилось, и он смилостивился и дал мастер-класс И как раз там тоже играли не только виолончелисты, были пианисты и скрипач, да Ну, вот, кстати, Ирина Валикжанина, выпускница Московской консерватории Училась в классе Марии Александровны Константиновны Чайковской И она выступит в трио вместе с Юрием Савкиным виолончели, скрипачом оперного симфонического оркестра И я буду играть на органе У нас концерт 10 января в Домском соборе И мы будем играть программу, стоящую из произведений Антонио Вивальди Будет весна и зима Также трио Йозефа Райнбергера для скрипки, виолончели и органа Соло я исполню Баха, прелюдию фугу ре мажор, прелюдию фугу ля минор Но также будет очень интересное произведение, о котором мы расскажем чуть позже Это Пасакалия Генделя соль минор Кстати, наши концерты с Ириной состоятся еще 18 января Это в англиканской церкви Оган Себастьян Бах Где мы исполним сонату Баха для виолы де гамбо Но версии свиончели и органа И вечерняя популярная музыка И вот именно на эти два концерта действует промокод BALTCOM20 Если вы нас сейчас слушаете, то можете на нашем сайте o-concert.lv Это сайт, где находятся все мои концерты И по этому промокоду BALTCOM20 в течение трех дней вы можете купить билеты на концерт с Ириной 18 января, 15.00 и 18.00 Но рассказывать мы сегодня будем о самой разной музыке И в Домском соборе прозвучит Антонио Вивальди «Весна и зима» Вот Ирина, насколько для вас интересно выступать в Домском соборе? Все-таки это как бы лютеранская церковь, не концертный зал, но тем не менее полторы тысячи человек Ну тут, конечно же, мне интересно И это большая честь И это один из главных Это главный орган Латвии Главный собор Поэтому большая радость От возможности там играть И особенно от того, что мы можем попробовать там сыграть в Вивальди Который мы уже не раз играли в других церквях Ну, конечно же, масштаб этого собора впечатляет Признаемся, пугал немножко Но после репетиции более-менее мы поняли, что должно быть все в порядке Потому что орган, сколько там регистров? 126 регистров Да, с таким органом мне не доводилось еще играть И есть особенности, что мы довольно далеко друг от друга находимся Но между нами получается порядка 10 метров Ну, что-то поменьше Поменьше? Мне кажется, вот очень далеко Да, возможно, да И балкон очень высоко по сравнению с другими церквями То есть слушатели там совсем-совсем далеко от нас Но я думаю, что благодаря красочности этого органа Я думаю, будет красиво в Вивальде звучать Ну, кстати, органисты мы часто себя ощущаем такими ангелами Потому что мы находимся наверху на балконе И как играем божественную музыку Хорал и баха Это все создано на фактические молитвы А вот у вас вчера, когда мы репетировали Создается ли ощущение вот этого полета? Потому что наверху, это сколько, не знаю, метров В Домском соборе Это какая-то огромная высота И вот мы сверху То есть несется эта музыка Ну, я думаю, да, первое впечатление точно было То есть когда я поиграла какие-то первые звуки И сверху поняла, как летит этот звук Сколько, то есть когда я снимаю смычок еще Секунд десять? Ну, не знаю, там пять точно звучит в пространстве Эта нота, ну, потрясающее ощущение Думаю, что ни один зал, действительно концертный зал Такого эффекта не дает Ну, дорогие друзья, мы вернемся к культурной среде После небольшой рекламной паузы Мы продолжаем культурную среду В студии я, Елена Привалова И у нас в гостях виолончелист Крупускница Московской консерватории Ирина Валикжанина Мы рассказывали о том, что у нас с ней состоится концерт 10 января в Домском соборе И помимо того, что прозвучат трио Для скрипки виолончели и органа Райнбергера, а также две части Из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, а именно «Весна и зима» Также будет очень интересное произведение По сокале Георга Фридриха Генделя Расскажите, что это за произведение Ну, я уточню, что это, скажем так, Как аранжировка или соавтор этого сочинения Был норвежский скрипачий-композитор Юхан Хальворсен И часто, ну, так и пишут, что Гендаль Хальворсен по сокале Для скрипки и в оригинале для альта Но мы будем исполнять с виолончели Это сочинение очень виртуозное Известное Я думаю, что оно в репертуаре каждого Кстати, солирующего исполнителя Очень часто на бис его играются Именно солисты уже сыграв какой-то концерт Именно по сокале И мы с Юрием исполним ее В Домском соборе И будем мы ее играть внизу Перед слушателями Чтобы было видно как раз Это производит впечатление Именно виртуозность Вот недавно я буквально играла Это сочинение в Москве С Александром Кузовым И помню, что всегда слушатели С восторгом воспринимают Именно возможности, скажем так Раскрытые инструменты И скрипки, и виолончели в данном случае Поэтому я думаю, что будет интересно Послушать Не только послушать, но еще и посмотреть Ну и посмотреть, да Потому что Ну вот Аранжировщик Это, кстати, композитор 19 века И то есть уже в 19 веке Стали появляться Аранжировки самых разных произведений И в принципе это заложил еще Ференс-лист Когда самые знаменитые Арии оперные Он перекладывал для фортепиано Да И интересно то, что То есть, конечно, очень много Транскрипций, которые вошли В репертуар пианистов А вот для Как раз клавирное сочинение Георг Фридрих Гендель По сакалью соль минор Написал для клавира Ее можно играть на клавесине На фортепиано Конечно же на органе И, наверное, это Самое популярное сочинение Георга Фридриха Генделя Именно в этом жанре Для клавира И удивительно, что Сделали переложение Для дуэта Скрипки и альта А в данном случае Это прозвучит уже Для скрипки и виолончели Тема настолько на слуху И она еще настолько Въедается в память Что слушатели, которые придут 10 января послушать наш концерт Будут тему по сакале Не только знать Но еще и прекрасно петь Вот Кстати Искусство скрипки Можно будет продолжить Знакомство с искусством скрипки 11 января От барокко до романтизма Программа представит Известный скрипач Также выпускник Московской консерватории Наш однокурсник Алексей Колесников И это будет его Соло-концерт Часто можно услышать Соло-концерт У пианистов Конечно же У органистов А вот сольные концерты Там Виолончели Или скрипки Это уже Достаточно редкость Потому что И публика не привыкла Слушать концерт Струнного инструмента Целый час Но также И не каждый Исполнитель Настройных инструментов Захотел бы И был бы способен Исполнить концерт И вот Алексей Колесников Яркий скрипач Исполнит программу Из произведения Барокко И романтизма В музее Истории И мореходства 11 января В 16.00 И играет Он очень ярко Местами Пронзительно Лирично И его Исполнительское искусство Никогда Никого не оставляет Равнодушным Ирина Кстати Часто с ним Играла в дуэте У них был Опять-таки Концерт На двоих И кстати Вы играли По Сокалию Вместе Вот Ирина А насколько для вас Ответственно Исполнение Вот именно Сольного концерта Потому что я знаю Что вы тоже играли Такие сольные концерты Чем отличается Игра даже в дуэте С органом И Потому что все равно Ответственность Она как бы делится пополам Наверное в данном случае И вот сольный концерт Виолончельный Ну вы совершенно правы Что это Скажем так Другие Трудозатраты То есть это полностью Не так много Сочинений Во-первых Написано Для сольного Виолончеля Из чего можно Выбрать Ну не берем 20 век Где действительно Было много Но как раз Вот эту музыку Исключая какие-то Известные уже Сочинения Довольно сложно Воспринимать публике Та же соната Лигити Это довольно так Для искушенного Уже слушателя Да Подобрать И То есть Когда Один инструмент Он должен Заменить собой Ну Как минимум Три Четыре Да То есть Нужно искать Постоянно Какие-то краски Какие-то Фразировку Чтобы это не было скучно Потому что Можно превратить это Просто в монотонное Звучание Одного инструмента Через Ну в лучшем случае Кто-то может быть заснет Да Но Сделать это интересно Это вот Большое Требуется Большого Мастерства От исполнителя Ну вот фортепианные концерты Конечно Для всех Сольные концерты Они Да Конечно Очевидны А когда Начали практиковать Сольные концерты Для струнных инструментов Сольный концерт Для скрипки Сольный концерт Для виолончель Ну как мы знаем Уже у Баха есть Сольные Сюиты И сонаты И до этого Уже были Я имею ввиду Именно сольные концерты Когда стали практиковать Какие Выдающиеся Исполнители стали То есть Исполнять Такие концерты Ну я думаю Что Мы знаем Про Пабло Казальца Который Открыл нам Да Баха И он играл Не только Баха То есть Вот например Его Соотечественник Испанский Композитор Касадо Он тоже был Вилончелистом И написал Прекрасную Сюиту Для виолончели Соло Тоже Касадо Ее играл Ну естественно Потом Ростропович Так скажем Выпросил Чтобы Бриттон Написал Для Именно Вилончели Соло Три сюиты Вот одну Я как раз В прошлом году Здесь играла В Риге Я честно говоря Опасалась Реакции Потому что Ну музыка Современная Язык Музыкальный Именно Может быть Непонятен Но она Настолько Вот именно Написана Ярко То есть Это сюита Это разные части Разный жанр Даже то есть А мы марш И там И фуга Ну то есть Абсолютно разные Отзывы были Довольно хорошие То есть Но это Несравнимо Потребовало усилий Больше Чем Когда мы Готовим Какую-то Такую Программу На двоих Или на троих Да Потому что Это полное Погружение Это какие-то Часы Репетиции Каждый день Потому что Записи себя И так далее То есть Поиск А вот если Например Брать фортепиано Это сотни часов Концертной музыки Которую можно Исполнять Орган Это опять-таки Сотни часов То есть За всю жизнь Невозможно Сыграть Весь органный Репертуар Для органа А для виолончели Например Сколько это могло бы быть Сольных концертов Просто вот интересно Я так затруднюсь ответить Ну например Бриттон Три виолончельные Суиты Убаха Шесть Да Ну то есть Это Ну еще очень много Других Есть Сонат Суиты Современных Которых я даже Не знала Не играла А современных Кто еще писал Из классиков Для виолончели Соло Кто не писал больше Ну Телеман Еще до этого То есть Для виолончели Соло Да Да вот я недавно играла Ну как Она была для гамбы Это все равно Переложение Когда скажем так Для гамбы Было написано Намного больше Репертуара сольного Потому что там было Больше струн И была возможность Ну скажем так Акомпанировать себя Самостоятельно Да Потому что виолончели Это все таки И как и скрипка Ну мелодический инструмент Которому требуется Как некая Гармоническая База Да Которую часто Выполняет Ну какой-то Фортепиано Или другой инструмент И поэтому В этом сложность То есть Мы не можем играть И аккомпанировать Сами себе А гамба могла То есть У нее было Много струн Плоская подставка И они могли играть И то и то Но это было Определенное искусство Конечно же Да Это не так просто было Я думаю Что после Баха Очень долго Никто не писал Сольно Именно Сочинения Ну свиты Или сонаты И вот уже опять 20 век Вот он Как бы так Перевернул эту страницу И уже пошло Бриттон Кассадо Лигити Ну много А для виолончели С оркестром В 19-м В период классицизма Тоже писали Писали И Гайден писал У Битровина Есть что-то? Конечно Нет С оркестром нет Есть сонаты Я имею в виду с оркестром С оркестром нет Гайден Два концерта Да И дальше уже пошел Романтики Да Ну вот Кстати То что касается Эпохи классицизма С чем связано С тем что Моцарт не писал Для виолончели Соло И Бетховен Скорее всего Именно с тем что Гайден служил При дворе Князе Истерхазе И он получал Заказаны Свои произведения И наверное Был при дворе Приехал какой-нибудь Принц Гость Который играл На виолончели И захотел Сыграть для виолончели С оркестром А Моцарт Таких заказов Не получал Потому что Все равно Они все Тем не менее Писали музыку По заказу И с этим связано Ну или вдохновленные Кем-то Каким-то Исполнителем Да И с этим связано С тем что Например у Моцарта Есть произведения Для солирующих Волторны Для солирующих Волторны Или фагота А нет Для более ярких Инструментов Потому что Им нужно было Тем не менее Зарабатывать себе На хлебе И писали музыку Большей частью По заказу Вот мы с вами Поговорили о том Что музыку Исполняют 11 января Алексей Колесников Будет играть концерт Для скрипки соло В музее Истории и мореходства От барокко До романтизма 11 января Также В 16.00 В академии А в 17.00 В большой гильдии Два больших концерта Празднования Столетия Латвийской Академии музыки И там будут Симфонический оркестр Очень яркие Солисты Исполнители Виолончелистка Кристина Блавни Пианист Андрей Осокин Мне кажется Билетов уже нет Но тем не менее Попытать счастье Можно Конечно там будет Очень яркая Интересная программа К празднованию Столетия Нашей академии 12 января Будет Щелкунчик В оперном театре В 12.00 И в 18.00 И кстати Вот мы с Ириной Играли 4 января Щелкунчик В церкви Стова Иоанна В очень необычном составе Это была арфа Екатерина Суворова Илза Кирсанова Играла на скрипке Ирина на Виолончели И я играла на органе И мы вот исполнили Такую вот версию Мини-версию Щелкунчика Суиту Прекрасной музыкой Да сам Чайковский Он тоже делал Свои Первый же и сделал Переложение для фортепиано Потом для фортепиано В четыре руки Ну он и не только Этих сочинений Не только Щелкунчика Делал переложение Да то есть Какие-то Востребованные Скажем так Его композиции Например Одну часть Из струнного квартета Сделал сам Лично переложение Для соль На вилончели С камерным оркестром То есть В другой тональности Это Анданте Анданте Контабеля Да да То есть Ну Я думаю Что Качественно сделано Переложение И сыгранное Я думаю Передает Атмосферу И замысел Кстати Петр Личаковский Написал Балет Вовсе не по сказке Гоффмана Ему пересказали Сказку В версии Александра Дюмы И он написал сказку И лишь потом Уже возникла Сказка Гоффмана Как первоисточник А на самом деле Это было так написано И Писал он Достаточно долго Он должен был Написать К одному То есть К одной зиме Я написал Только через две И собирался Это поставить Вместе с Одноактным Балетом Иоланта В один вечер Щелкунчик имел Такой оглушительный Успех Что Он тут же Сделал Сюиту Для симфонического Оркестра С самых ярких Номеров И как раз Именно эти номера Мы сделали Переложение Для арфы Виолончели Скрипки И органы Туда вошли Самый знаменитый Это танец Пастушков Или Как сам Чайковский Называл Танец Флейт Танец Феи Драже Это Характерные Танцы Когда Танцоры Буквально Две-три Минутки Выходили С танцем Которые Делал Петипа Хореографию И Стоит отметить Что музыка Чайковского Щелкунчик Стала Признаком Рождества И Нового Года Не только В России Но и вообще Во всем мире Куда бы ты ни поехал В рождественский Период Новогодний В каждом театре Оперном Ставят Чайковского Щелкунчик В самых разных Постановках Я когда бывала И во Франции И в Германии Всюду ходила На Щелкунчика Это всегда было Очень радостно Потому что Слушать музыку Петра Ильича Чайковского Ну и кстати Петр Ильич Не обидел И виолончели Он создал Много музыки Для виолончели Или все-таки Немного Ну я бы не сказала Что прям много Но рококо Это конечно же В репертуаре Каждого Вообще солирующего А вы играете? Да И у меня есть Такая задумка Может быть Попробовать сделать Это с органом Потому что орган Хорошо Им так Заменяет роль Оркестра Да И Рококо Я думаю За него Мы очень ему Благодарны Что он обратил Внимание на виолончели Ну конечно же Там был виолончелист Который Его Ну вдохновил На это А кто виолончелист? Там был Врандуков И Фетсенгаген Это было Два виолончелиста Которые в то время Были Ну так скажем Звездами Нашего виолончельного мира И вот Одно Рококон Посвятил Фетсенгагену И он же Как раз Там интересная история То есть он Очень смело Вносил вправки В текст Петра Ильича Менял Рококо Это вариации То есть тема И вариации На тему Рококо И ему казалось Что не так И он очень сильно Переделал Порядок вариаций Чем изначально Задумал Петр Ильич И Петр Ильич Будучи таким Покладистым Человеку Он в основном Хорошо Пусть будет так И мы играем Как раз именно Эту версию Переделанную Фетсенгагену Но сейчас Вот Скажем Последние 20-30 лет Александр Рудин В том числе То есть это Нашли Оригинал И есть Сейчас уже принято Кто-то играет Выбирает именно Версию автора Там совершенно Непривычно Потому что Конечно же Это как концерт Чайковского Для скрипки На слуху Просто каждая нота Наизусть А то все наоборот А то да Тут абсолютно другой Какой-то порядок И поэтому Непривычно А вы в какой Версии играете? Ну Фетсенгагена Да То есть как учила И мне она Как-то ближе И второе сочинение Ну которое Считается миниатюрой Но тем не менее Да То есть это Поец Капричоза Которая написана Для Велончели Оркестра Тоже есть Переложение С фортепиано И он как раз Посвятил его Второму Велончелисту Вот Брандукову Он был фактически Таким Другом Которым Вот он Написал Вот удивительное дело Петр Личаковский Умел играть на органе Но не написал Ни одного сочинения Для органа На Велончели Он не играл Но тем не менее Создал Минимум два шедевра Которые Которые Исполняются Всемирно Мне как органистке Это безумно обидно Ну вот 13 января Я вас приглашаю В Домский собор На концерт Пиккола Где будет играть Директор Домского собора Айгар Срейнис И там кстати Будет популярная Органная музыка И кстати 13 Почему стоит ходить На концерты Пиккола И приводить туда детей Потому что Ведется прямая трансляция На экран И можно посмотреть Во-первых Пульт грандиозного Органа Домского собора Посмотреть Как органист управляется И конечно Мне кажется Вот именно В данном случае Экран очень помогает Показать И работу ассистента Сколько переключений Этих регистров И как может Красочно звучать Этот потрясающий инструмент 15 января В оперном театре Будет травиата И солировать Будет Юлия Васильева Это сопрано Очень яркая И я Очень люблю Это сопрано Это Юлию Васильеву Мы с ней уже много Сделали Совместных концертов У нее очень Глубокий голос И она прекрасно Вживается роль Мне кажется Стоит обязательно Сходить 15 января На это представление Травиата В оперном театре А в Домском соборе В этот же день Будет выступать Лариса Булова С ней вместе Юрис Висболис Тенор Натаниэлс Симха Разноч Баритон Также будет Флейта Дита Кренберга И хор В программе Бах Гуно Люция Гаррета И Майя Эйнфилда То есть программа Скажем так От барокко До латышской музыки Это в Домском соборе 15 января Ну и я еще раз Приглашаю 10 января На концерт Дом Опять таки В Домском соборе Где будет выступать Наши гости Ирина Валикжанина Виолончелистка Юрий Савкин Скрипач Концертмейстер Симфонического оркестра Латвийского оперного театра И я буду играть На органе У нас в программе Произведения Баха Генделя Трио Йозефа Райнбергера И Времена года Антонио Вивальди Если про Вивальди Генделя Баха Уже ничего Не надо вам рассказывать Дорогие слушатели Все-таки пару слов Вам расскажу Про Йозефа Райнбергера Это композитор 19 века Который был в свое время Очень и очень известен Композитор Органист Потомственный органист И отец его И дед И прадед Были органистами И органными мастерами Йозеф Габриэль Фон Райнбергер Начал играть Уже на службе Замещая своего отца В 9 лет То есть Это такое ремесло Которое Можно сказать Впитывалось С пеленками И когда он уже Был в возрасте Преподавал В Академии музыки К нему стремились Попасть на обучение Все органисты Потому что он простыл Очень известным Очень дотошным Педагогом Именно органного Исполнительства И композиции К нему стремились В класс Со всей Германии И конечно же Он был ярким Выдающимся Композитором К сожалению Забытым Уже И к концу 19 века Особенно в начале 20 века Сейчас о нем знают Больше как органисты Написал он 10 сонат для органа Также у него Два концерта Для органа И симфонического Оркестра Есть цикл Для сопрано Органа И мето-сопрано Органа Прекрасная Сюита И цикл Для скрипки И органа И вот Трио Для скрипки Виолончели И органа И для нас Ценит композитор Еще тем Что он Один из немногих Оставил наследие Именно для Ансамбля С органом Потому что Фактически Не создано Ни одного Сочинения Ни в эпоху Баха Ни в эпоху Классицизма Где орган Был бы именно Выписан Браздение Для органа Там и скрипки Это Как правило Просто клавиры И органист Сам уже делает Органную фактуру Поэтому делаем В основном Аранжировки А вот это трио Оно поэтому И звучит Очень красочно Полно Потому что Орган действительно Как симфонический Оркестр И Райнбергер Показывает Всю полноту Этого инструмента И То оттеняет Скрипку Виолончель То Выходит на первый план Как солирующий Инструмент И конечно Судя по Небольшому Количеству Оставленных им Сочинений Именно в этом жанре Где Ансамбли Трио И дуэты Для органа И других инструментов Райнбергер Предстает Прекрасным Композитором И его Сарамбанда Из трио Для скрипки Виолончели Органа Прозвучит 10 января Где Выступает Наша гостья Ирина Валикжайна Ну а я с вами Прощаюсь Дорогие друзья До следующей среды Слушайте классическую музыку До свидания Ирина До свидания Всего доброго